Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Первая студия». Мы продолжаем комментировать наиболее важные и интересные события в жизни нашей республики. Вначале, по традиции, я представлю гостя нашей студии и назову тему. Итак, в течение ближайших 6-8 недель 50% жителей Европы переболеют омикроном. Об этом заявил Ханс Клюге, глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Как эта ситуация будет меняться? И есть ли основания для беспокойства? На эти вопросы мы попросили сегодня ответить Масуева Кубатая Аскандаровича, доктора медицинских наук, профессора, эксперта нашей студии в вопросах медицины. Кубатая Аскандарович, мы приветствуем вас в нашей студии. Ну и позвольте мне с самого начала задать вам самый главный вопрос с сегодняшнего эфира. Итак, одни специалисты считают, что, в общем-то, все будет продолжаться, и вслед за дельтой и омикроном появятся новые штаммы коронавирусной инфекции. Другие специалисты считают, что, в общем-то, вирус идет на спад, и в течение ближайших трех месяцев, возможно, все закончится. Кубатая Аскандарович, я хочу здесь немножечко оговориться для наших телезрителей и сказать, что подлинную информацию, подлинную ситуацию, наверное, сегодня в мире не знает никто, включая специалистов Всемирной организации здравоохранения. Но есть врачи, как вы, есть ученые, есть микробиологи, есть генетики. Все-таки эти люди, вы, специалисты, знаете больше, больше нас, и поэтому, конечно, все эти вопросы, уж извините, мы адресуем вам. Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас. Все понятен, сформулирован четко, но четкого ответа на него у меня нет. Я, как ученый, не могу предвидеть, в какую сторону пойдет мутация, очередная мутация этого вируса. Конечно, это не последняя мутация. Вирусы мутируют постоянно. Вот та мутация, которая выявлена сейчас, которая сейчас распространяется просто взрывной волной по всему миру, ну, она возникла у иммуносупрессивного пациента, скажем так, у которого вирус очень долго циркулировал в крови. Но таких больных много. Не факт, что вот этот же вирус, попав в организм такого же пациента с ослабленным иммунитетом, будет очень долго у него циркулировать, и в нем опять могут произойти множество мутаций. Отличается этот вирус тем, что у него в разы больше мутации оказалось, чем, допустим, у дельта вируса. И эта мутация, ну, эти мутации происходят случайно, они привели к тому, что вирус размножается с колоссальной, просто с космической скоростью. Вы говорите об омикроне. Омикрон. Да. Именно об омикроне. И, возможно, если вот ничего другого не произойдет, он размножается с такой скоростью, что все остальные штаммы вируса может просто подавить. Такое уже было, вот, и в частности с коронавирусом. Лямбдовирус, который возник, по-моему, в Великобритании, он отличался очень быстро. Он был первым. Да, он не первый. Он был вот перед дельта вирусом, он появился. Он был более патогенный, менее контагиозный, то есть хуже распространялся. Дельта его просто подавила скоростью распространения. Он исчез, нету его. Он даже, не знаю, где-нибудь выявляет его сейчас или нет. Может быть, по такому сценарию пойдет сейчас омикроном. Дело в том, что два месяца, вот, всего два месяца, 11 ноября выявлен омикрон впервые. Выявлена эта мутация Южной Африканской республики. И за два месяца она захватила, вот этот штамп захватил весь мир. Поэтому все его тонкости, все детали изучить просто, ну, не успеет все человечество вместе взятое, если только над этим и будут работать. Факт то, что по данным, я как врач могу сказать, не как микробиолог, не как эпидемиолог, клинические проявления этого вируса, скажем так, они не настолько выражены, как у дельта вируса. То есть... Он не так опасен, как дельта. Он не так опасен, он не так тяжело протекает, протекает легче, легче переносится, но заметно скорость распространения в разы, от 4 до 7 раз он более контагиозен. Вот по контагиозности на первом месте среди вирусов, ну, из известных вирусов, это вирус кори. Вот считается, если здесь появился бы, вот кто-нибудь один чихнул больной корью, мы были бы уже заражены. То есть мгновенно? Мгновенно. Так вот, после вируса кори на втором месте вот этот штамм. Вы уже омикрон лечили? У нас еще вот нет такой возможности выявлять вот у этого омикрон, а у этого дельта вирус, потому что это должна быть генетическая, мощная, молекулярно-генетическая лаборатория. К сожалению, вот такими возможностями ни один стационар не обладает. Понятно. По симптомам я могу сказать, очень похожие симптомы, вот сейчас, которые поступают больные, вот после праздников, очень похожие симптомы. Насморк, боли в горле, головная боль, не очень высокая температура, семейный характер заражения, в том числе детей. Ну, в общем, простудное заболевание, да? Вот протекает точно как простуда, только боли контагиозные, конечно, тут никто не отменял летальность. Он протекает, этот вирус, эта болезнь, вызванная этим штаммом омикроном, протекает легче, но ведь он размножается с гораздо большей скоростью. Больных будет... Вот чем опасен сейчас опасно? Вот почему такой переполох среди организаторов здравоохранения, в Минздраве и в нашем в том числе? Потому что больных будет в разы больше. Опять будут переполнены стационары, опять очереди скорых помощи, которые будут стоять у ворот каждой больницы. Все отделения опять будут перепрофилированы. Но это не прогнозы, это вот оглядываясь на те страны, где это уже началось, во Франции более 100 тысяч в день заболевает. Маленькая Франция, в Великобритании более 200 тысяч. В день? В день. 200, это только выявленные. 200 с чем-то. И в России будут такие же трехзначные цифры. Самая высокая заболеваемость была где-то в конце, в ноябре. У нас 47, около 50, 47, 48 тысяч. А это будет в разы больше. Может быть даже на порядок. Да, вот как раз следующий вопрос я вам хотел задать. Если два года коронавирусной инфекции как вот ворвалась в жизнь планеты, и вот мы помним на первом этапе в 2020 году, значит, когда заболела Европа, и вот после Европы потихонечку сместилась на Россию, и вот мы здесь в Дагестане также ощутили всю-всю-всю тяжесть этого заболевания. Вот я хотел спросить, вот как это сейчас может произойти? Точно так же. Точно так же, да? Точно так же. В Европе уже началось. Сейчас Европа, потом... У наших соседей уже началось. В Чехословакии одно из первых стран... Это уже восточная Европа? Это уже восточная Европа. Ближе к нам? Ближе к нам. В России уже вирус переврался, и со слов нашего министра уже зафиксированы случаи заражения омикроном уже не от туристов, не приехавших из-за рубежа, а уже передача от россиянина россиянину. Смотрите, вот еще такая вот... Не факт, что его в Дагестане. Не совсем для нашей республики, как бы, хорошая информация. Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора нашей страны, сказала, что на сегодняшний день, вот, в основном, как бы, завозится омикрон из Великобритании, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Как известно, дагестанцы очень часто посещают и Турцию, и Эмираты, да? Едут туда и возвращаются. Вот здесь, получается, тоже достаточно сложная ситуация. Кстати говоря, вот путь, в принципе, один, да? Это авиация воздушным путем. Но здесь же можно какой-то барьер установить, тестировать, каким-то образом, может быть, где-то какую-то преграду установить. Пожалуйста. Невозможно. Невозможно? Преграду вы установите, можно прекратить все авиационные, вот, допустим, как в Израиле сделали, прекратить все поездки за рубеж. Это оттянет немножечко, отсрочит наступление этого заболевания, даст время здравоохранению подготовиться к вот такому нашествию. Но предотвратить вряд ли сможет. Предотвратить это, ну, учитывая наши коммуникации, учитывая, что дипломаты ездят, спортсмены ездят, на носу Олимпиада, это невозможно предотвратить. Она неминуемо это придет. Просто надо успеть подготовиться вовремя. То есть запас лекарств должен быть. Вот, Купатай Скандарович, что необходимо сделать, пожалуйста? Первое, что вот особенно в Дагестане необходимо сделать, пока есть возможность вакцинироваться. Да, еще 101 и 100 тысячу первого раза я буду повторять. Единственное, что может предотвратить вакцинации. Но, здесь есть одно но. Этот вирус настолько сильно мутировал, что у него изменились вот эти рецепторы, которым вырабатываются антитела при вакцинации. И описывает уже, это не предположение, а уже описывает феномен ускользания. Вирус ускользает из-под иммунного надзора, организма хозяина, куда он попадает, и начинает размножаться. Но у вакцинированных, несмотря на то, что гарантии, что вот не заболеешь, нет, болезнь протекает в разы легче. Может быть, на порядок легче. Летальный исход вот по дельта-вирусу, ну, летает там в единичных случаях только. В единичных случаях. Поэтому вакцинация, вакцинация и еще раз вакцинация. Здесь уточните, пожалуйста, «Спутник Ви», «Спутник Лайт». Вот здесь вот как? «Спутник Ви» – одна из лучших в мире, а может быть, я уже и говорил на прошлой передаче, может быть, это даже лучшая в мире вакцина по результатам. Это очень надежная. И вот Гинсбург, который, под руководством которого вот это вот пошло в дело «Спутник Ви», утверждает, что эффективность «Спутника Ви» по отношению к «Омикрону», она ниже, слабее. Но он все равно оказывает действие и на «Омикрон» в том числе. Что вы советуете? Двухкомпонентный «Спутник Ви» или однокомпонентный «Лайт»? Нет, только двухкомпонентный. Только двухкомпонентный, да? Двухкомпонентный «Ви» только. Это векторная вакцина. Первый компонент – там один штамм аденовируса, другой компонент – второй штамм аденовируса. А «Спутник Лайт» – это фактически половина «Спутника Ви». Это первая часть «Спутника Ви». Поэтому иммунитет от «Спутника Ви». Просто в последнее время как-то начали хвалить однокомпонентный? Правильно. Если вы вакцинировались заранее до этого двух компонентами, то в качестве бустерной, то есть дополнительной, стимулирующей, напоминающей иммунитету хозяина организма, что есть такой вирус, это бустерная вакцина. В качестве бустерной вакцины очень подходит спутник лайт. Однократно. Просто напомнить. Есть вот такой антиген, против которого надо всегда держать антитела на уровне. Этот вирус поражает меньшей степени легкие, он останавливается в основном в бронхах, бронхиолах, протекает в основном у вакцинированных по типу бронхита, тяжелого бронхита, без поражения. Может быть, но это предварительные данные. Если я скажу, вот не бывает и все так, так тоже не бывает. Все равно летальные исходы будут. А учитывая, что количество заболевших будет на порядке больше, в десятки раз больше, то количество умерших тоже будет немало. Хотя летальность от этого вируса, она будет, она меньше. Все утверждают, что во всех странах летальность меньше. Южноафриканская, вот берут пример Южную Африку. Но в Южноафриканской республике там население совсем другое. Основной контингент заболевших там 25-35 лет. Среди них очень много больных с синдромом приобретенного иммунодефицита. Там свои особенности есть. Поэтому чисто на них оглядываться и смотреть, как у них было, и ждать, что у нас так же будет, нет, не приходится. Кубатай Искандарович, в отличие от первой-второй волны, омикрон, он поражает детский организм. У нас уже большие цифры и по детям до 6 лет. У нас огромные цифры от 7 до 17 лет. Большие цифры переболевших детей. Слава Богу, летальных исходов нет. В общем-то, лечатся. В Дагестане, в Руцибе, целое отделение было детей, где самому маленькому ребенку было, по-моему, 2 или 3 месяца. Сразу он заболел. А старший ребенок в этом отделении лежал 12 лет. Вот от 2-3 месяцев до 12 лет отделение было заполнено. Скажите, пожалуйста, а сколько лечится острое состояние, сколько лечится омикрон? Нельзя сказать, сколько лечится. Этого еще, по-моему, никто не знает. Вот как будет протекать заболевание, нельзя назвать цифру. Что вот 5 дней и все, и вы здоровы. У кого-то это зависит от самого организма. У кого-то, у кого сработает иммунная система на уровне, это может быть 2-3 дня по типу такого ОРВИ, банального ОРВИ, до 5 дней. А у кого иммунная система, система интерферона не сработала, она может протекать и с тяжелым поражением легких. Это и месяц, и полтора, иногда и два месяца они с тяжелым поражением легких и на ИВЛ находятся, после этого встать не могут. Тут, когда я говорю о вакцинации, я еще хотел бы сказать, ну ладно, худо-бедно, мы научились лечить коронавирусную инфекцию, научились лечить коронавирус. Но почти у 100%, кто перенес коронавирусную инфекцию, наблюдается постковидный синдром. У каждого он проявляется по-своему. У кого-то проблемы с сердцем начинаются, у кого-то инсульты, у кого-то инфаркты, у кого-то суставные дела, у кого-то почки начинают ненормально функционировать и так далее. Все органы, самое часто встречаемое, вот даже у кого легкое течение коронавирусной инфекции было, после вот первой недели, месяца после выписки из стационара, туман в голове. Я, говорит, очень туго стал соображать. Я, говорит, хочу, к прежней работе вернуться и не могу, не получается. У меня, говорит, какой-то вот туман в голове. Пока вот это вот не рассеется, он не сможет работать. Это постковидный синдром. У кого-то там чувство страха появляется, немотивировано, панические атаки, очень много проявлений. Нарушение ритма у молодых. Так что это вот этим опасен будет штаммомикрон. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что четкого протокола лечения пока нет? Или уже что-то поступает? Нет, именно в отношении омикрона нет. Но омикрон, это тот же самый коронавирус с изменениями. Есть стандартно отработанные схемы лечения. То есть вы будете лечить амикрон так же, как и? Точно так же, теми же препаратами. Они будут действовать. Они, может быть, чуть хуже, чуть слабее, а может, чуть лучше некоторые начнут действовать. Но схемы те же самые. Это противопротивление. Первое, самое главное, вот я бы хотел обратиться, пользуясь возможностью нашим телезрителям, не проводите самолечение. Я вас умоляю. Вот самое, что страшное, вот когда поступает, вот почему столько много тяжелых больных? Почему такая летальность высокая в Дагестане? Поступает на седьмой, десятый, иногда через две недели после того, как он отмучается дома, вот пытаясь там чесноком, я не знаю, смальцем, парами спирта, чем угодно, кто угодно лечит. Ну неужели сколько, два года мы уже об этом говорим. Чем раньше начато лечение, тем лучше эффект. Не доводите до поражения легких, такого необратимого поражения. С первыми симптомами звоним в поликлинику. С первыми симптомами обращаться к врачу. Обращаться к врачу. И театропная терапия уже разработана. Есть препараты, которые нейтрализуют вирус. Они есть уже, реально. Вот у нас в Дагестане два противовирусных, одни из самых эффективных препаратов в мире, вот на данное время. Ремдесивир он есть, и фавипиравир, коронавирус. Дмитрий Александрович, мне кажется, здесь надо уточнить. Обращайтесь к врачу, да. У нас сосед врач-офтальмолог, да. А у кого-то родственник, акушер-гинеколог. Кому обращаться? Вот я, например, сказал, считаю, в поликлинику надо звонить. По протоколу надо звонить в поликлинику. Свою поликлинику. Свою поликлинику. Купленную поликлинику. Обязательно. Ну вот, здесь профессор надо уточнить. Да, это важно. Поверьте. Ну, я вот пользуюсь, конечно, офтальмолог, это офтальмолог, гинеколог, это гинеколог. У них свои специальности, свои области. Но когда приспичило, когда все стационары были перепрофилированы, коронавирус научились лечить и офтальмологи, и гинекологи, и урологи, и хирурги, и все, кто хотите. Все пришли на помощь, да. Чем обращаться к соседу там по подъезду или там слушать советы бабки внизу подъезда, пусть хоть к офтальмологу обращаются. Купадай, Аскандарыч, осталось буквально три минуты, они полностью ваши, и ваши рекомендации населению, родителям. Пожалуйста, здесь что еще? Вот после всего того, что вы сказали, ну наверняка люди задают вопрос, ну чем-то же можно помочь, как-то же можно уберечься, ну что сделать? Кто-то будет укреплять иммунитет, ну как может, да? А кто-то может быть, я не знаю, поедет в район, в село, как-то там спрячется. Пожалуйста, ваши рекомендации. Это он должен быть на вершине шалбуздага и не спускаться оттуда в течение месяца. И одному там надо было. Да, и одному находиться. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим телезрителям. Во-первых, за эти два года просто врачи, которые вот в красных зонах работают, в изнеможении, они уже, у них запредельное торможение. Понимаете, это все это время, находиться в этом скафандре, я когда на обход в отделение прихожу, два-три часа, и с меня пот течет градом. Они сутками в этих скафандрах находятся. Это первое. Мы ликопиды и так далее тоже не советую. Самое главное, вот что вы можете сделать, это предохраняться. В первую очередь маска. Тысячу раз я говорю, вот все утверждают. Вы знаете, вот когда выступаешь где-то вот перед, вроде, просвещенная публика, вроде уважаемые люди сидят, но с такой агрессией, когда им говоришь, вот надо это держать, надо вакцинироваться, с такой агрессией они... А вы сами видели вирус? Я по своей специальности не должен видеть вирус. Я вот последствия проникновения вируса, и вот лекарствами лечу. Ну и есть фотографии, откройте в интернете, посмотрите. Это уже не фейк, это уже не обман. Есть вирус. Вы сами верите эффективности вакцин? Второй вопрос. Ну, конечно, верю. Я вакцинировался одним из... Ну, у меня был после болезни медицинский отвод, после вот как... Пришло время, месяц-другой после болезни прошел, я вакцинировался обязательно. Вот сейчас буду ревакцинироваться где-то в конце января или в начале февраля, надо мне уже через полгода рекомендую третью бустерную вакцину сделать. Обязательно сделаю и вам советую. И маска. Вот у меня на лице даже от маски, ношение маски уже там, я не знаю, не пролежний, но на тертости уже есть. На лице, на носу, за ушами. Но это эффективно, да. За ушами. Маска помогает. Ну, не надо спорить, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Мы-то, врачи-коллеги, уже понимаем, что она эффективна. Конечно, один одинокий вирус никакая маска не выдержит, никакой фильтр она не остановит. Но вирусы по одному не летают. Вот я разговариваю, сейчас у меня малюсенькие капельки конденсат выдыхаемого воздуха. Вот в этом конденсате и есть эти вирусы. Вот эти капельки маска задерживает. Ну вот еще Анна Попова сказала, да, если у вашего сотрудника появились признаки простудного заболевания, ради бога, пожалуйста, отправьте его домой. Обязательно. И не надо никакие подвиги там трудовые совершать. Вот я болею, но я все равно пришел. Очень плохо сделали, чтобы пришли на работу. Вы не можете отличить симптомы коронавируса, вот омикронштамма, от банального ОРВИ, аденовируса, риновируса и так далее. Поэтому появился насморк, появились боли, субфибрильная температура. Даже если она вот, пока вы умывались, одевались, она там нормализовалась температура. Все равно вызывайте врача, идите сдавайте мазок, есть или нет. Вот только таким предотвратить всегда проще, чем потом полученное лечить. Купадай Искандарович, время нашей программы подошло к концу. Так быстро. Да, пожелайте здоровья нашим землякам, дагестанцам. Спасибо, уважаемые земляки, уважаемые телезрители, уважаемые дагестанцы. Я всем вам хочу пожелать здоровья, но за свое здоровье. Помните, пожалуйста, что в первую очередь вы в ответе и за себя, и за близких, за своих детей, за своих внуков. Здоровья вам всем и успехов. Спасибо большое, уважаемые телезрители. В первой части нашей программы принимал участие Масуев Купадай Искандарович, доктор медицинских наук, профессор. Вам спасибо, ну а мы переходим к нашей второй теме. Спасибо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу программу. Ну а теперь вторая тема. Итак, 11 января в нашей стране отметили День заповедников и национальных парков. В этой связи мне бы хотелось сказать только одно. Во всех странах мира, без исключения, люди ценят, заботятся и развивают свои заповедные места и парки. Это выгодно, это понятно, и так нужно действительно делать. О том, как в нашей республике обстоят дела, мы попросили рассказать Магомедову Зарипат Геланиевну, заместителя директора государственного заповедника Дагестанский. Зарипат, мы вас приветствуем в нашей студии, мы вас поздравляем с вашим профессиональным праздником, всех ваших коллег, всех людей, которые помогают, которые способствуют и которые защищают наши парки, наши заповедники. Это очень важное дело. В начале программы хотелось бы, конечно, услышать от вас, сколько у нас заповедников федерального значения. Пожалуйста, расскажите, в каком они состоянии и какими силами и средствами мы защищаем вот наше достояние. Это наше золото. Вы знаете, у нас есть земли сельхозназначения, вот это вот пахотные земли так называемые, и вот наши заповедники, наши заказники, наши парки. Вот это самое дорогое, что есть у республики, это надо сохранить, это надо приумножить, и это нужно передать нашим грядущим поколениям, безусловно. Пожалуйста, сколько у нас заповедников и в каком они состоянии. Спасибо за предоставленное слово. Действительно, вопрос очень важный, нужный. Заповедник Дагестанский, так уже сложилось, что 9 января Государственный природный заповедник Дагестанский отмечает свой юбилей 35 лет со дня создания заповедника. В 87-м году было постановлением Совета Министров ДССР было принято решение создать заповедник на двух участках. Это Кизлярский залив и Саракумский барханы. Это два заповедных участка, но заповедник в республике один. Пару лет назад, в 2019 году, был создан национальный парк Самурский на двух кластерах. Дельта Самура – это прибрежный кластер и высокогорный кластер Шалбуздак. Национальный парк Самурский был создан на базе федерального заказника Самурский, который тоже сохранился, но значительно уменьшился. И теперь у нас в ведении заповедника с 2009 года находятся еще три заказника федерального значения. Это заказник, как я уже сказала, Самурский, Аграханский и Тляратинский. Вот эта сеть особо охраняемых природных территорий федерального значения в республике Дагестан общей площадью сохраняется больше 190 тысяч гектаров. Это вот такой каркас, наверное, особо охраняемых природных территорий федерального значения в республике Дагестан. Ну и чем занимаются, как охраняются? Конечно же, самое главное направление деятельности заповедника, сотрудников заповедника – это охрана природных территорий. Охраной природных территорий практически занимаются у нас государственные инспекторы по охране окружающей среды. В заповеднике это большая часть сотрудников, это более 50% сотрудников заповедника занимаются охраной территории. Естественно, для них создаются специально опорные инспекторские кордоны, пункты. Очень хорошо в последние годы оснащена эта служба инспекторская. Инспекторские обходы территории производятся пешими, конными, авто, мото, транспортным, водным транспортом. В общем, вся эта техника и лошади, все это есть. Очень хорошо это все оснащается в последние годы, слава богу. И надо сказать, что за 2021 год у нас было инспекторами составлено отмечено 118 правонарушений и выписано административных штрафов на сумму более 350 тысяч. Но в основном, конечно, учитывая, что у нас особо охраняемая территория разного значения, скажем, разный режим охраны, то есть в заповеднике это вообще строгие, самый строгий режим охраны, то в заказниках это более мягкий режим охраны, и поэтому, естественно, система нарушений тоже практически она на всех участках самая различная, получается. Ну, в основном это браконьерство и нарушение режима охраны природы. Ну да, конечно, браконьерство, да, а еще ведь люди выходят на маевки, разжигают костры. Замусоривание территории, это практически на всех территориях. И вот пожары, да, где-то, может быть, локальные пожары, но они тоже случаются, да? Слава богу, в заповеднике последние годы не было нигде никаких пожаров. Ну, это, конечно, очень хорошо, да. Ну, за этим тоже следит служба, вот, инспектор. Ну, за мусоривание это есть, да? Это прям очень сложная проблема. И достаточно серьезная, да, проблема. За мусоривание территории. Понятно. Зарибат, я не случайно у вас спросил, сколько у нас заказников и заповедников федерального значения, поскольку я знаю, что за этой формулировкой стоит очень жесткий закон, очень жесткие ограничения. Там нельзя практически ничего делать, строить и так далее, и так далее, да? Да. Скажите, пожалуйста, сколько наших, республиканских, дагестанских таких вот национальных партов, парков, заказников здесь у нас как? Это, я так понимаю... Дело в том, что заповедники, национальные парки, они могут быть только федерального значения. Заказники, природные парки, ну, вот, заказники могут быть и федерального, и республиканского значения, регионального значения. А памятники природы, природные парки, они могут быть только регионального значения. Я знаю, что в республике Дагестан, в Министерство природных ресурсов, в республике региональное министерство, там есть специальный отдел ООПТ. Они занимаются этим вопросом. Они занимаются этим вопросом, охраной природы, да, в этих заказниках. У нас на данное время 12 региональных заказников, у нас 4 природных парка созданы. Это, в принципе, почти такие же парки, как и национальные парки, но только вот регионального значения. Есть памятники природы, и это вот все относится к региональному министерству природных ресурсов. Ну и, безусловно, все это также нужно охранять. Вы знаете, довольно часто именно по этому сегменту поступает информация о том, что, значит, где-то кто-то там построил дом, там захватил какой-то участок, вот такая информация проходит. Потом идут суды, поскольку, в общем, там нельзя это все делать. Скажите, пожалуйста, насколько вот действительно закон защищает все ваше хозяйство от такого вторжения? Ну, есть федеральный закон об ООПТ-33, который регламентирует деятельность на территориях заказников, заповедников, национальных парков, на территориях ООПТ. И на территории заповедников настолько строгий режим охраны, что даже само нахождение на территории... Но это федеральные заповедники, да? Федеральные, да, заповедники. Я, то, что касаемо региональных, я сейчас не буду говорить то, чего как бы... Это Минприроды, да, понятно. Ну, вот смотрите, да... Все, что построено, даже вот эта экотропа, она построена на сваях некапитального строения для того, чтобы сохранить этот природный комплекс и как можно меньше ущерба нанести этому природному комплексу. Поэтому, конечно, тут даже разговора и речи быть не может, если даже само нахождение на территории без пропуска является правонарушением. Да, далеко не ходить, что называется, вот здесь, в Махачкале, но вот вы знаете всю эту долгую эпопею, связанную с льтавским лесом, да? Или вот, например, озеро Агель, да? Сегодня уже не секрет, что, в общем-то, какие-то люди, горе-предприниматели, они хотели чуть ли не высушить это озеро с тем, чтобы построить там целый микрорайон. Но благо, значит, об этих планах узнали соответствующие службы, все это остановили, сейчас пустили скоро туда в воду. Одним словом, озеро живет, озеро будет жить и сейчас очень серьезно занимаются, в общем-то, всеохранными этими, всеми мероприятиями. Скажите, пожалуйста, да, вот как бы чиновники не хотели помочь и Альтавскому лесу, и озеру Агель, но если мы это закрепим законодательно, как национальный парк, или как заказник, или как, я не знаю, там, ну вот под этим грифом, то это уже закон будет защищать эту территорию, понимаете, да? То есть практически уже на 100% будет невозможно, нереально что-то построить и как-то воспользоваться этими территориями. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас возможность каким-то образом придать юридический статус вот, допустим, этим территориям? А таких территорий по республике много, да? В каждом районе люди скажут, вот здесь у нас прекрасная роща, в Кайкенском районе, да, недалеко от берега, потом там, я не знаю, в Карабудахкенском районе, да много-много. Вот как нам сделать так, чтобы защитить, защитить законом наши красивые места? Наверное, это вопрос не совсем ко мне, я так думаю, потому что сейчас говорить как-то... Ну вот смотрите, давайте мы с вами порассуждаем, да? По тому, как создавался национальный парк Самурский, да, этому предшествовала очень огромная, огромная работа очень большого коллектива ученых, которые, не только дагестанских ученых, которые приезжали из других регионов, с других заповедников. То есть была научная экспертиза? Конечно, это огромное количество, большой труд, большое вложение денег, которые, вот все эти исследования, многолетний, скажем, труд, это и сотрудники нашего заповедника, научного отдела, да, потому что у нас научно-исследовательская деятельность, это второе основное направление работы заповедника. Это коллеги из других заповедников, это коллеги из Института экологии горных территорий имени Томбутова Российской Академии Наук. В общем, многие-многие сотрудники, научники Института Министерства Москвы Российской Академии Наук, в общем, многие-многие люди, которые, ученые, которые исследовали эти территории, выясняли, насколько это важно, сохранить вот эту, именно вот эту территорию. И потом проводились общественные слушания. Это очень долгая такая процедура. Зарипат, можно, Зарипат, вы знаете, да, это действительно громоздкий большой труд. Но вот пока вы сейчас все это говорили, я знаете, что вспомнил? Я вспомнил ситуацию, значит, здесь на вашем месте у меня были руководители Министерства образования, которые рассказывали о том, что они прошли семь кругов ада, пока отсудили, отсудили у горя предпринимателей садик, который был садиком, а теперь они его как бы перепрофилировали, сделали коммерческое предприятие. И вот спустя несколько лет Министерство образования отсудили этот садик, понимаете, и вот когда им сказал, что ну теперь-то, теперь-то на многие поколения вперед, этот садик, он будет заниматься детьми, там будут воспитываться люди. Ладно, вы мучились целый год, полтора, два, но теперь десятилетия этот садик будет служить людям. То же самое и у вас. Да, надо пройти через все эти круги ада, надо доказать, сделать экспертизу, но зато, да, на многие сотни лет вперед люди будут пользоваться этой природой, понимаете? Ну, это реально так, потому что создан национальный парк, этому вот очень много... Зарипат, вы знаете, я тоже неплохо знаю систему и структуру наших органов государственной власти, я думаю, что и экспертизу научную мы сделаем легко и просто, да, у нас есть Дагестанский научный центр, у нас есть депутатский корпус народного собрания, да, в конце концов для того, чтобы защитить наше достояние, для того, чтобы защитить наши природные ресурсы, я считаю, что, в общем-то, через все это нужно пройти и сделать. И таким образом мы защитим нашу природу, наши парки, наши прекрасные места от застроек, от, я не знаю, там каких-то еще, знаете, плохих вещей. Я всегда говорю нашим людям, делайте скверы, вот сами выходите и строите, оборудуйте свои дворовые территории, посадите деревья, посадите цветы, пусть там будет какой-нибудь сквер, но зато никто не захочет там уже что-то строить, ни магазин, ни дом, ни там ларек какой-то, понимаете, да? Вот поэтому это все надо. Давайте вернемся к нашим заповедникам. Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня республика активно занимается туризмом, да, мы рассчитываем на туризм. Это доходная часть, это рабочие места, это доходы, особенно доходы тех районов, тех сел, да, где как раз вот эти природные заповедники существуют. Возможно ли использовать заповедники для развития туризма? Пожалуйста. С некоторых пор, скажем, уже вот с 16-го, с 11-го года разрешено на территориях заповедников и национальных парков, ну вот на ООПТ, делать специальные экотропы, экомаршруты, на которые, ну вы все знаете, да, много лет заповедники, это были вообще закрытые научные такие территории, на которых как бы... Ну понятно, понятно. ...власт только охрана и научные исследования. Потом потихонечку вот решили, что все-таки закрывать такие уникальные территории от народа было бы неправильно и разрешили развивать на территориях туризм. Заповедники дагестанские, такой основной точкой, где развивается туризм, участок Сарыкумские барханы, который находится недалеко от города, всего 18 километров, он со всех сторон логистически как бы в центре Дагестана практически находится. И там у нас построены экотропы, есть маршруты. У нас построен сейчас визит-центр там. Строятся новые экотропы. Гостевые домики можно построить? Гостевые домики, да. Можно построить, да? Но эти гостевые домики только на сваях, только экологические. У нас вот построены два домика. Сейчас строится третий гостевой дом на верхнем кластере национального парка в Шалбудаке. Но гостевой домик, он должен быть для туристов, да? И там не должен быть особняк местного чиновника. Нет, конечно. Это у нас дом из клееного бруса на 10 человек, на небольшие такие коллективы, которые приезжают именно изучать нашу природу. Не просто так там приехали шашлыки, поели где-то там это, а это люди, которые приезжают изучать нашу дагестанскую природу. Это школьники, это студенты, это ученые с других заповедников, с других каких-то регионов, которым интересна природа Дагестана. И они приезжают наблюдать птиц. У нас вот буквально на днях мы проводили группу школьников с Москвы. Они ежегодно, уже шестой год, это юнацкая группа, приезжают у нас проводить весенние учеты, зимние учеты. Птиц, там, животных, туров, там, оленей и так далее. Зарипа, ну это отлично. Это очень интересная работа. Это отлично. Это великолепно, то, что закон теперь позволяет как бы, да? Я даже больше скажу, у нас почти 150 тысяч человек посетило в этом году, вот в 21-м году, участок Сарыкумские барханы и экспозиции в музее природы и саму тропу. Ну, это очень большая цифра, я считаю, для такого. А вот Дербен, да? Дербенская цитадель. И вот слева от Дербенской цитадели также есть лес, роща, вот такое вот очень живописное место. Вы знаете, ну вот таких мест в Дагестане много. Конечно. Очень много, да. И я считаю, что действительно вот все эти места общего пользования, как говорят архитекторы, нужно действительно закрепить законом, чтобы никто не мог там посягнуть, что-то построить для себя, да? Для своей наживы, да? Но если это туризм, если это гостевой домик, если это какое-то летнее кафе, это там экскурсионное какое-то бюро или там на прокат велосипеды, там самокаты, ну все это хорошо, да? Хорошо. Природу можно не только изучать, но, извините меня, и шашлыки тоже можно, если это по-человечески, культурно. На строго оборудованных площадках. Да, да. И поиграть в футбол, и поиграть в волейбол, в общем, приехать, отдохнуть и на рыбалку, и в горы там, ну понимаете, вот это то, что привлечет туристов со всей планеты, понимаете? Не только с нашей страны, да? И вот всем этим надо заниматься. И очень хорошо то, что вы сохранили наши заповедники, наши заказники, они у нас есть. Мы много сегодня говорили и не только о федеральных особо охраняемых природных территориях, да, Республики Дагестан. Наш научный отдел вот издал такую замечательную книгу, ежегодно они издают «Буды заповедника». Очень хорошо, молодцы. Вот эта замечательная книга, которая объединила все особо охраняемые природные территории Республики Дагестан. То есть и местного значения, и прореспубликанские, и федеральные. Все собрали, да? И такими книгами мы делимся вузами, музеями, библиотеками и так далее. Во-вторых, хотелось бы поздравить коллектив заповедника Дагестанский. В этом году такая значимая дата для всей заповедной системы России, 105 лет заповедной системы России со дня создания первого заповедника в Аргузинске, еще в Царской России он был создан в 2016 году, и по новому летноисчислению отмечается это 11 января 2017 года, получается, это был создан. Так сложилось, что 9 января 1987 года был создан заповедник Дагестанский, которому сейчас 35 лет исполнилось буквально на днях. Мы молодой заповедник по сравнению с другими особо охраняемыми природными территориями вообще России. Хотелось бы поздравить коллег, сотрудников заповедника Дагестанский, пожелать им успехов в нашей важной, нужной, сложной и любимой работе, в наших с вами силах сделать, чтобы в Красной книге Республики Дагестан стало как можно меньше страниц. Это очень важно. Да, 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 и чтобы всем этим пользовались люди, любовались люди, поправляли свое здоровье, и вообще мы должны... Наслаждались этой первозданной природой. Да, 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 и вообще мы должны говорить, говорить всем о том, что наша природа, наши места, они самые красивые, самые лучшие в мире. Пусть люди приезжают, смотрят, любуются, поправляют свое здоровье. У нас и хвойные есть рощи, вы знаете прекрасно, да, в Гунинском районе. Поэтому добро пожаловать в Дагестан, в наши заказники, в наши заповедники, в наши чудесные, красивые места. Спасибо за репат, берегите нашу природу. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была программа «Первая студия». Спасибо вам большое за ваше внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова